Проповедь Шауля В 16 стих мы видим такие слова Интересно, он обращается здесь к израильтянам и боящимся Бога Я уже говорил в наших уроках, кто такие боящиеся Бога Я не буду сейчас повторять Главное скажу, что это язычники, которые достаточно хорошо знают священное писание Другими словами Когда Шауль здесь обращается к людям, он обращается к тем, кто знает Танах, знает Тору, знает заповеди, знает традиции Не к посторонним Вряд ли, наверное, мы могли бы в синагоге найти людей, которые были бы чистой воды язычниками То есть поклоняющиеся другим богам Правильно? Дальше По сути Шауль строит свою проповедь на нескольких основных пунктах Сначала он перечисляет иудейскую историю Дальше он сосредотачивается на жизни и служении Ишуа В конце он говорит о его смерти и воскресении И через это переходит к прощению грехов и к погибели Но давайте обратим внимание на некоторые детали Которые позволят нам лучше понять то, что Шауль здесь пытается донести до людей В 17 стихе мы с вами читаем такие слова Бог народа Израиля избрал наших отцов Он сделал этот народ великим в то время, когда они жили, как пришельцы в Египте И простертой рукой вывел их из той земли Во-первых, мы с вами видим, что Шауль называет еврейский народ народом избранным Лидеры этого мира избираются, дабы царить над ним Мы с вами знаем всех политиков, мы их видим Мы знаем, как себя они ведут И явно они не являются нашими слугами А именно таковыми Бог избирает людей, дабы они могли послужить другим Если первые держатся за свое избрание числа Но для них важно, они в него цепляются и не хотят с ним расставаться То вторые нередко предпочли бы, чтобы избрали кого-то другого Это не особенные люди у Бога Это особенный Бог у людей Вот о чем я хочу здесь сказать Смотрите, мы с вами знаем со страниц Священного Писания Что по сути еврейский народ был не просто выбранным из ряда других народов Хотя такой элемент тоже присутствует Он был созданным от одного человека, которого звали Авраам Почему именно Авраама? Ну, наверное, многие в ортодоксальном иудаизме со мной с этим не согласятся Но я думаю, что у Бога был выбор, кого выбрать Он выбрал Авраама, почему? Потому что он Бог Он имел право сделать выбор Наверняка в то время и в том месте жили и другие люди Кстати, не обязательно в том месте, где-то на земле Жили и другие люди, которые, может быть, были даже более достойны, чем Авраам Скажем, тот же самый Мелхаседек Который уже появлялся на страницах Священного Писания Или, например, Иов, хотя мы, в общем, не знаем, в какой период времени он жил Но Бог выбирает одного конкретного человека для того, чтобы от него создать народ Я скажу больше, и это мое убеждение, что если бы Бог выбрал какого-то другого человека То тогда бы получилось, что просто этот другой человек стал бы Авраамом То есть, Бог взял одного человека и произвел от него другой народ Это особенный народ Я говорил в своих уроках, вы можете их посмотреть, что одно из принципиальных отличий еврейского народа заключается в том, что евреем можно стать То есть, если француз, живя в Японии, никогда не станет японцем Он так и останется французом, живущим в Японии То любой человек может прийти и стать евреем, прошедший определенные процедуры И при этом он с точки зрения закона и жизни, и быта считается ничуть не хуже, чем еврей, который таковым родился Позволю себе привести пример В Израиле очень популярен Раф Акива, практически в каждом городе есть улица его имени Но этот человек родился не евреем, он иудаизм принял То есть, мы с вами видим, что этот народ был особенным, избранным Его избранничество заключалось в том, что он должен был стать светом этому миру Больше могу сказать, он стал таковым, что мне позволяет так говорить И дело тут не только в том, что этот народ дал этому миру Машеха еще, который понес свет другим народам Дело еще и в том, что, например, во всем мире читается Библия, которая от первой до последней буквы написана рукой еврея В любом месте, в любое время приедьте и спросите, кто соблюдает субботу Ну, почти в любое, может быть, какие-то африканские племена не знают этого Но в большинстве случаев вам скажут шаббат А именно шаббат, на минуточку, с точки зрения Торы, является тем самым знамением Которое определяет завет Бога с еврейским народом Интересно, что когда мы с вами прочитали, Шауль использует вот какое интересное выражение Вывел простертой рукой И после этого, если мы с вами будем читать, следует краткое описание того периода Когда народ израильский шел в пустыне По сути, от выхода из Египта до еще Абен-Нун, когда он разделил здесь землю Вот это выражение вывел из простертой рукой Она очень хорошо была знакома людям И сегодня знакома тем, кто внимательно изучает Туру, пророков и Писания В соответствии с Шаулем получается, что еврейский народ ходил 450 лет На самом деле, тут, ну, кто-то считает так, что 400 лет в Египте 40 лет в пустыне И 10 лет это период, пока еще Абен-Нун делил землю между коленами Я не хочу вдаваться в детали подсчета Там есть некая дискуссия по поводу, сколько времени еврейский народ Пребывал в Египте без скомпления Просто проблема того, от какого момента это надо считать как плен Вот, но вместе с тем мы с вами читаем, что повествование, которому прибегает здесь Шауль Заканчивается историей Давида И вот какие слова мы видим с вами в нашей главе Исполняя свое обещание, Бог из потомков этого человека дал Израилю освободителя Ешо Мы прочитали, исполняя свое обещание Бог дает человека из потомков царя Давида По сути, на самом деле, Шауль здесь цитирует 15-е благословение Молитва, которая называется Амеда или Шмана Исреп Это одна из главных молитв еврейского народа Достаточно будет вам сказать, что по традиции эту молитву читают в синагоге трижды в день Например, знаменитая Шма Исраэль, которую мы очень любим, слушая Израиль Она читается только дважды в день Итак, Шауль утверждает, что из потомков царя Давида был воздвигнут спаситель Мащех И здесь у нас есть две проблемы, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшний день Проблема первая, это тот факт, что сегодня многие христиане склонны считать Или, скажу более точно так, склонны не замечать того факта, что Ешо является евреем Ну, очень часто можно услышать идею в христианской среде в том числе Что у Бога якобы национальности не бывает А значит, надо забыть о том, что он еврей Проблема заключается в том Если еще не потомок царя Давида, а значит не еврей То он не Мащех Ибо это одно из доказательств претензий еще на пост Мащеха, то есть царя Он должен быть обязательно потомком Давида И здесь мы сталкиваемся с второй проблемой, соответственно, со стороны иудеев Почему? Потому что любой, абсолютно любой, кто приходя сегодня в этот мир скажет Ребята, я Мащех Должен доказать свою связь с царем Давидом, ибо только его потомок может быть Мащех А это, как вы, возможно, знаете, на сегодняшний день невозможно Поскольку после разрушения храма Все книги, записи, кто из какого колена, кто к какому роду принадлежит Сгорели Соответственно, получается, еще вот и там немножко после него Времени были последние, был последний период Когда этот факт, принадлежность к роду Давида, можно было доказать с помощью книг рождения В 26 стихе мы с вами читаем такие слова Братья, дети Авраама и те из вас, которые являются боящимися Бога Именно нам была послана весть об освобождении Далее мы можем с вами увидеть краткий пересказ жизни, я бы сказал так, ключевых моментов жизни Ешо Интересно, что в своем пересказе Шауль как бы подчеркивает такую мысль Что действия иудеев, когда они участвовали в распятии Ешо, были как бы неосознаны Больше того, я категорически убежден, что благодаря молитве самого Ешо, когда он на кресте просил отца не винить присутствующих там людей в его смерти Была услышана и отвечена То есть Шауль говорит о том, что эти люди не виноваты Таким образом он подводит к той идее, что виноваты все Ибо грех живет во всем В 30 стихе мы с вами находим вот какие слова Однако Бог воскресил его из мертвых Воскрешение или воскресение, точнее сказать, из мертвых это признак машех Шауль многократно в этой проповеди, в других текстах обосновывают эту идею текстами из священного писания Доказывая, что машех должен был пострадать и самое главное воскреснуть из мертвых Интересно, что сегодня можно столкнуться с такой идеей, что поскольку воскресение Ишоа было не публичным Подобно, как, например, было публичным, когда Бог давал Тору на горе Синай То это значит, что это не машех Ничего подобного нигде в священном писании не написано И более того, даже если не говорить о том, что, допустим, все стояли в одном месте Как это было возле горы Синай и им явилось Что, кстати, справедливо будет сказать, еще произойдет, когда машех вернется Но сейчас мы об этом не будем Так вот, было огромное количество свидетелей В одном месте используется такое интересное выражение Не облако свидетелей, которые видели Ишуа после его воскресения из мертвых А значит, это есть доказательство того, что он машех 38-39 стихи мы с вами читаем такие слова Потому, братья, да будет вам известно, что через этого человека провозглашается прощение грехов То есть, Бог очищает всякого, кто доверяет этому человеку Даже от того, от чего вас не смогла очистить Тору от маше Интересно Здесь он как бы раскрывает механизм очищения грехов Надо заметить, что этот механизм достаточно подробно описывает сама Тора Мы с вами знаем, что сама по себе Тора не очищает Она описывает правила, по которым человек может быть очищен Например, из Торы мы понимаем, что для прощения нужно пролитие крови Для очищения нужна жертва и так дальше, и так дальше, и так дальше Еще, будучи здесь на земле, многократно доказывал свое право прощать грехи Вы помните, на него даже по этому поводу пару раз роптали Но главное доказательство этого права заключается в том, что он свою жизнь принес в жертву за грехи всего мира Понятно, что это было возможно только благодаря его божественной природе Но вместе с тем, это безусловное доказательство того, что он имеет право простить грехи и даровать нам истинное очищение Его жертва сама по себе, она подкрепляет его слова И мы с вами знаем, опять-таки со страниц Торат Маше, что без жертвы не может быть прощения и не может быть очищения Поэтому, когда сегодня мне говорят в дискуссиях, что Тора не дает возможность получить спасение Правильно это? Правильно Но вместе с тем, неправильно будет сказать, что Тора никак не участвует в деле спасения Почему? Потому что ибо благодаря Торе, закону Божьему, мы познаем, что такое грех Благодаря Торе мы познаем, что грех должен быть очищен, ибо с ним не войдешь в сасвию Божьей Благодаря Торе мы узнаем, как и что нужно делать, дабы получить очищение и прощение греха Посему Тора сама по себе не спасает, но она приводит нас к Машиху Который может нас очистить, даровав нам прощение грехов и привести нас в Царствие Божие В сороковом стихе мы с вами читаем такие слова Берегитесь же, чтобы сказанное в пророках не произошло с вами В конечном счете Шауль заключает свою речь словами, предупреждающими слушателей о том Что если они будут сопротивляться этому, то с ними произойдет то, о чем говорили и пророки И гибель к ним придет Интересно, что после высказывания этого предупреждения Шауль покидает синагогу в сопровождении людей, которые интересуются больше услышать о том, что он рассказывал И его приглашают в следующий шаббат снова учить Сорок четвертый стих В следующий шаббат почти весь город собрался выслушать весть о Господе Маших несет благословение для всех народов Но он это делает, не противопоставляя народы между собой, но объединяя их Противопоставляет людей друг другу неверие О чем мы читаем с вами Дальше мы видим, что многие, кто не уверовал еще из иудеев Они воспротивились Шаулю И стали делать разные дела против него Интересно, что сегодня мы наблюдаем подчас схожий процесс Когда мы видим, что многие из христиан стремятся отторгнуть иудеев и все, что с ними связано У меня есть друг пастора хорошей церкви Я его очень люблю, бываю у него в гостях И он мне говорит, когда я ему эти вещи рассказываю Он мне говорит, Миша, я уверовал в Иисуса У меня все хорошо Пусть он сам с ними разбирается, с евреями Что ж, подобная логика имеет право существовать Однако давайте мы вспомним ту мысль, которую я повторяю довольно часто в моих уроках Планы Бога по отношению к еврейскому народу Это планы Бога Что я имею ввиду? Когда человек, например, сопротивляется этим планам По любому вопросу, по поводу земли обетованной По поводу возвращения евреев на свою родину и так дальше Не важно Когда человек заявляет, что для него это не важно Это все равно, что человек заявляет Не важны мне планы Бога Все равно, что человек заявляет Я против того, чтобы вот эти планы Бога воплощались на земле Планы Бога это всегда хорошо для нас с вами Больше того, чему я часто учу в моих уроках Я говорю, что наши собственные планы Гораздо хуже, чем планы Бога Даже по отношению к нам самим Поэтому сопротивляющиеся этому Сопротивляются самому Богу Именно это я определяю сегодня Как антисемитизм в христианстве В 49 стихе мы с вами читаем такие слова И весть о Господе распространилась по всей той области Ну, это, наверное, пик повествования Почему? Потому что, собственно говоря, это главная цель Чтобы весть о Господе распространялась Когда весть о Боге распространяется У этого есть два возможных результата Первое Это появляется все больше и больше людей Которые обретают благословение То есть прощение грехов И второе Появляется все больше и больше людей Которые сопротивляются этому И нередко это приводит к тому Что начинаются гонения История, конечно, свидетельствует нам о том Что гонения, как правило, укрепляют дух верующих И умножают в них радость О чем мы читаем и в нашей главе Радость о духе святом Но это всегда не очень приятно Мы с вами понимаем Вместе с тем Влекомые вот этим гонением Или, точнее, я бы выразился так Подгоняемые этим гонением Шауль и Барнава Отправляются уже дальше И что было дальше Об этом мы с вами поговорим Когда уже будем изучать следующую лаву То есть четырнадцатую Это все, о чем я хотел с вами сегодня поделиться Да благословит вас всех Господь Шауль и Малейхи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok